Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу пожелать сразу всем отличного настроения на новую неделю, на прекраснейший последний месяц весны и май. Надеюсь, он будет чуточку лучше, чем был у нас апрель, а так, в принципе, изменения в позитивную сторону у нас начнутся с лета. И вот примерно где-то с июля, в августе, то есть июня он будет чуточку лучше мая. Но в любом случае, сегодня мы с вами посмотрим, что нас ожидает в мае месяце. Прежде чем я начну, хочу напомнить, кто не читал в разделе «Сообщество» мой последний пост, я там видела, там не так много просмотров, анонс на прямой эфир, который я проведу на этой неделе уже в четверг. Приходите, я обязательно, помимо того, что буду отвечать на ваши вопросы, расскажу об изменениях в моих услугах. Что добавляется, что уходит, если вот вдруг вам это будет интересно. Не пропустите. Итак, расклад сегодня, мне кажется, будет большой, но опять-таки посмотрим, как получится. Позиция вы видите всегда с первой, с голубенького камешка, второй красный и третий камешек зеленый. Будем смотреть сегодня, что нас ожидает в мае месяце. Вот, ну, наверное, вот так колоды как и лежат, так я их и буду смотреть. Что еще? Да ничего, в принципе, сейчас приступим. Так, надеюсь, у вас все хорошо. Благодарю за донаты, кто их присылает, мне очень приятно. Вот, а мы с вами давайте приступим. Так, позиция номер один, голубенький камешек. И мы с вами сейчас посмотрим, каким будет наш, ваш месяц май, что будем ожидать в нем. Но мне уже нравится, потому что выпал аркан шута. Начинание, да? То есть я выложу карты. Интересно, выпадают великие арканы. Здесь вот затесалась карта колоды Николета Чиколи. Вот я прям ее посмотрю. Что это за карта четверка кубков? Прекрасно. Наверное, выходить будете из какого-то застоя. Ну, интересно. Интересно, великие арканы выпадают. Мне нравится. Мне нравится. Так, две секунды. Люблю, когда все в порядке. Так, давайте смотреть. Во-первых, каким будет ваш месяц май? Ну, так как вышли карты, да, выпали. Выпадает на общую энергетику месяца у нас аркан шута. Какое-то обновление, да, изменение. Это уже хорошо. Готовность, готовность двигаться дальше. Общая энергия такая, знаете, достаточно легкая, уверенная в плане некого такого бесстрашия. Будут, возможно, моменты, когда где-то будете поступать не так, как обычно. То есть, если, допустим, всегда в ситуации вы как-то просчитывали, анализировали, здесь будут какие-то такие моменты безумия, да, то есть, некого риска. И по факту он будет обоснованный. Вот, знаете, иногда бывает такое ощущение, что, не знаю, вот что-то на меня напало, да, что-то случилось, и я принял такое решение, что мне, допустим, не свойственно. И оно как-то выстрелило. Вот здесь вот будут такие моменты, причем они будут чередоваться с неуверенностью, да, либо, например, как говорится, глупцу-дураку море по колено, да, либо так, либо здесь какая-то, знаете, вот непредсказуемость в энергиях, да, то есть вы сами будете ощущать, что как-то где-то вы поступаете не так, как обычно. Может быть, действуете там, где ранее бы не действовали. Не всегда это будет противоположно тому, как вы привыкли поступать, но вот некая нотка такого, знаете, вот безумия, некое бунтарство в плане того, что я устал, например, молчать, либо я устал ничего не предпринимать. И вот какое-то такое, знаете, вот ощущение, так сказать, революционеров, да, то есть некое такое восстание перед самим собой будет. Это общая энергия. Что касается ваших финансов, финансов здесь сказать, что будет так, как было раньше, нет, будет какая-то, знаете, вот в принципе неудовлетворенность, будет желание, что-то, вот эта вот общая энергия месяца, о которой я говорила, она вам как будто бы передается и на ваши финансы. То есть будет вот это желание как-то что-то изменить, изменить в финансовом положении, но это будет внутреннее какое-то, вот, знаете, ощущение того, что я хочу, я хочу здесь и сейчас, я хочу, чтобы это было быстрее. То есть если это получение каких-то денег, либо заработка, да, здесь как будто бы присутствует скорость, но она какая-то необоснованная, да, то есть здесь суета, беспокойство, какое-то внутреннее, вот это вот, знаете, ощущение движению, как какой-то вот посыл к движению, либо пинок, что-то сделать. Напрямую карты не указывают о вашем финансовом положении, но смотрите, десятка жеслов уточнила, да, десятка шеслов. Здесь вот такое чувство, что, ну, во-первых, этот месяц, он не для финансов, сейчас могу сразу сказать, чтобы что-то там менялось, или как-то акцент вы делали на финансовую сторону, но мне нравится, что здесь выпадает как дополнение десятка жеслов, то есть карта, говорящая о том, что очень много обязательств, да, то, что вы должны сделать, и вот именно это состояние, оно, скорее всего, в июне месяце, да, оно сподвигнет вас на заработок большего количества денег, да, либо больше сделать акцент на финансовую сторону. Почему? Потому что, знаете, вот бывает так, затягиваем, как говорится, ремни, и уже все, уже затянуть нельзя, и надо что-то предпринимать, да, надо что-то сделать. А вот здесь вот как будто бы я еще нету вот этой готовности действовать, нету готовности что-то предпринимать, но я уже понимаю, уже есть осознание того, что ситуация по десятке, она уже дошла до пика, что уже что-то нужно сделать. То есть здесь, скорее всего, второй половине месяца вы придете к этому ощущению, что надо что-то менять, надо что-то сделать. Почему? Потому что, причем, знаете, не просто сделать, а надо брать как будто бы ответственность в свои руки, потому что ситуация, вот она дойдет до какого-то своего пика. Но я не могу сказать, что именно эта вот финансовая сторона, она будет значимая для вас в этом месяце. Да, безусловно, будет желание как-то, знаете, вот внутри будут такие моменты, искорки, что я хочу зарабатывать больше, мне это необходимо. Но в какой-то момент, когда нужно будет делать что-то, действовать, да, вы как будто бы будете сливаться. Почему? Потому что вот это вот ощущение конкуренции и внутренней неудовлетворенностью самим собой в профессиональной сфере, что вот я как будто бы еще не достаточно хорош, я еще не могу как будто бы себя презентовать. То есть здесь, знаете, здесь энергия идет по нарастающей. Я вроде бы утром просыпаюсь, я, как я говорила по шуту, бесстрашен полусилой, готов что-то сделать, но как только дело дойдет до зарабатывания денег, я сливаюсь, потому что сомневаюсь, потому что как-то вот не уверен, переключаюсь на что-то другое. Вот, и вот к концу месяца вы уже дойдете до десятки жезлов, когда уже все, ну, уже нету, сама ситуация, она как будто бы вас вынудит действовать по-другому, да, поступать по-другому. Что касается ваших планов, либо общения, коммуникации, то вас все будет устраивать, да. То, как вы внутри себя будете ощущать, вам это будет нравиться, и то, как вы будете себя позиционировать людям, ваша коммуникация, да, здесь у нас Королева Кубкова выпадает на внутреннее наше ощущение, такое, знаете, вот спокойствие, удовольствие, наслаждение, то есть мысли, они ваши будут такие, знаете, ну вот приятные, приятные какие-то, чувствительные, и люди вас будут видеть таким человеком, знаете, размеренным, который все удовлетворяет, то есть сказать, что здесь какие-то конфликтные ситуации, при общении с людьми будут, нет, такого сказать я не могу. Наоборот, если были какие-то ссоры, конфликты, например, с друзьями, да, то здесь я могу сказать, что придет примирение, то есть вот, знаете, как будто вы найдете баланс, золотую середину, все будете говорить, ваше общение будет ровно столько, сколько нужно, да, по умеренности, а не будет вот этого вот ощущения, что где-то я сливаю энергию, где-то больше говорю, либо наоборот больше молчу, нет, здесь вот в плане коммуникации, общения, вашего мышления, вас все будет удовлетворять. Я могу сказать, что вот, например, вы можете заняться медитацией, да, либо какими-то практиками, которые будут вас расслаблять, которые будут приносить вам удовольствие, и беседы, в принципе, да, ваши, как с самим собой, так и с другими людьми, они будут такими позитивными, да, позитивными, не будет каких-то вот конфликтных, конфликтных ситуаций, либо достаточно жестких. То, что касается вашего дома, да, здесь я вижу любовь, спокойствие, вижу такой достаточно позитивный эмоциональный фон, да, что опять-таки и дома будет все хорошо, и, как говорится, и на душе у вас все будет хорошо, а каких-то вот проблем, сложностей нет. Наоборот, знаете, как-то вы ощущение того, что вот вы как будто бы сами себя будете хвалить за то, что кто молодец, да, как мы говорим, кто молодец, я молодец, да, наконец-таки я вот пришел к какой-то, ну вот хорошо, да, хорошо у меня и в доме, и на душе, и, в принципе, знаете, здесь такое ощущение, что мне как будто бы кто-то вот особенный в жизни, это и не очень-то и нужен, то есть мне хорошо самим собой, какое-то такое, знаете, внутреннее удовольствие, холостяков и холостячков. У меня почему-то по первой позиции всегда такие люди проходят. люди, которые кайфуют от своей жизни, причем, знаете, кайфуются в доме. Здесь может быть такое, знаете, приходите домой, во-первых, в доме уют, будет в этом месяце, если будете вкладываться в дом, то вот что-то, знаете, какое-то причесывание дома, да, вот прихорашивание какое-то дома, вот, и если будете покупать какие-то вещи, то они будут, хочется сказать, эксклюзивными, они будут дорогими, но они будут эксклюзивными, то есть это не просто какие-то занавески, там, на базаре купленные, да, а какие-то вот такие, я не знаю, прям, может быть, материал бы какой-то вот особенный, если что-то будете покупать, там, вазы в дом, или люстру менять, что-то будет такое, знаете, стильное, что будет привлекать внимание, но однозначно в доме, в доме все будет хорошо, и деньги будете вкладывать в дом, то есть, если есть такие цели и потребности, что касается личной жизни, да, личной жизни, детей, удовольствия, то здесь, вот, я могу сказать, как-то сдержанно будет, да, то есть если личная жизнь, то да, у нас, если вы женщина, выпадает император, да, здесь выпадает мужчина, причем с мужчиной здесь могут быть какие-то конфликты, сейчас я уточню это с мужчиной, да, причем, знаете, конфликты могут быть мировоззренческие, здесь разные взгляды, разные взгляды на на жизнь, причем здесь, знаете, вы как будто сами будете себя осуждать, иногда могут проходить такие моменты, что вы будете сдерживаться, да, не будете говорить человеку то, что вам не нравится, да, и будете как-то сами себя как будто бы осуждать в том, что, ну, почему я так поступил, то есть, своего рода, знаете, кто виноват, обычно в конфликте всегда виноваты оба, а вот у вас получается, что это как будто бы вы виноваты, да, ваше восприятие такое будет, и, не знаю, в силу того, что, я не знаю, может быть, я мудрее, надо было поступить как-то иначе, то есть, вы как будто бы ответственность берете на себя, где-то вы виноваты, да, здесь, знаете еще, как может быть, где-то поторопились, где-то конфликты, даже не конфликты, а здесь может быть какая-то спешка, спешка и недопонимание, даже не конфликты, а недопонимание, может быть, в переписках, да, может быть, где-то что-то лишнее взболтнули, может быть, поторопились, человек одно имел в виду, а вы в силу своего какого-то мыслительного процесса быстро все проанализировали, вот, и додумали то, чего нету, да, то есть, вот здесь какая-то скорость присутствует, да, вот вспышки, либо у вас общение, оно будет такое, знаете, ну, если человек тот пришел-ушел, да, как-то так встретились, пообщались, расстались, такие моменты будут, а так, в принципе, сказать, что что-то такое болезненное здесь будет, нет, нет, переписка будет, очень много переписки, очень много общения, но если встречи, то они как-то, они могут быть частые, вот, но какие-то вот непоследовательные, да, то есть нельзя сказать, что вот прям, там, не знаю, каждое воскресенье встречаемся, нет, как-то импульсивно, вот здесь вот очень много импульсивности в общении, если мы говорим все-таки не про взаимоотношения, то здесь все, что касается вот эмоционального фона, да, ваших переживаний, здесь будет какая-то сдержанная такая энергия, вы как будто бы сами себя будете ставить в какие-то рамки, здесь чувство, что вот вы понимаете, на позицию на чувственную выпадает император, да, то есть человек такой достаточно своенравный, устаканившийся уже в характере, и как правило, люди, которые знают, чего они хотят, и как они хотят, договариваться с ними не всегда бывает просто, почему, потому что, ну, они такие достаточно закостенелые, быть может, в своих взглядах, и очень сложно идут на уступки, то есть здесь вот нужно прям прикладывать какое-то ораторское мастерство для того, чтобы с вами договориться, и вот здесь вот на эмоциональном фоне вот как-то вот вы сдерживать себя будете. Спрашиваю, почему будете себя сдерживать, да, выпадает рыцарь мечей, и вот потому что у вас есть какое-то, то, что я сказала, да, в плане мировоззрения, есть у вас свое видение того, как, возможно, нужно выражать свои эмоции, чувства, либо у вас здесь есть понимание того, что чрезмерная эмоциональность, она не очень хорошо, она не приводит к добру, поэтому надо где-то вот себя сдерживать, как раз таки для того, чтобы не нарваться на конфликт, то есть вот здесь что-то такое будет, вот, если мы говорим в плане детей, у кого есть, да, то здесь вот будет прям такие жесткая дисциплина, позиция такая, знаете, не родитель, друг, а скорее всего прям вот родитель, который отдает какие-то указания, такой серьезный, прям вот тяжелый подход, слишком много ответственности, что касается профессиональной сферы, то здесь все будет непонятно, все будет непонятно, все будет, как-то знаете, туманно, туманно, с чем это будет связано, раз, два, три, четыре, с отсутствием, с отсутствием, знаете, понимание того, куда я иду, что я хочу, очень много страхов, здесь будет страхов, сомнений, неуверенности, вот отсюда у нас как раз таки и с финансами, да, по финансам у нас как раз таки будут переживания, и они связаны с, как раз таки с работой, да, то есть я не понимаю, не понимаю, что мне делать, как мне делать, как мне быть, вот здесь какие-то страхи, будут проходить, я еще уточню, с чем связано у вас здесь, страхи будут, но по поводу вашего будущего, да, вот по поводу будущего, неизвестно, непонятно, нету, нету принятого решения, нету четкого пути, да, куда я иду, к чему я хочу прийти, нету именно вот этой вот ясности, о которой я говорила, и из-за того, что вот на работе все ничего не понятно, поэтому и с финансами, как-то не совсем хорошо будет, но работа для вас будет более актуальнее, чем финансы, чем финансы, а если мы говорим, например, о партнерстве, да, я не имею в виду личную жизнь, я имею в виду партнерство по работе, да, то здесь будут претерпеваться какие-то изменения, связанные с дальнейшими перспективами, будет очень-очень много эмоций на этот счет, да, волнений, переживаний, что касается финансов третьих лиц, да, то есть здесь могут быть ипотеки, здесь могут быть, например, деньги касательно других людей, то король кубков, он тоже говорит о том, что деньги могут приходить от других людей, если вы с ними каким-то образом связаны творчески, да, что-то создаете, но вот, если, допустим, говорить о том, что нужно брать ипотеку, либо как-то расширять, да, свои финансы, то я бы сказала, что нет, а вот по поводу важных событий месяца мая, то здесь будет какое-то обновление, да, вот вообще обновление у нас идет, с чем оно связано? Оно связано с некой стабильностью, да, либо расширением, что это за расширение, касательно чего, касательно вот вашего дальнейшего продвижения, касательно выхода из четверки мечей, да, из застоя некоторого. Наверное, самое главное событие месяца будет ваше желание двигаться дальше, причем, знаете, удивительный момент, я не знаю, куда я иду, я не понимаю, но вот чисто интуитивно у меня есть готовность взять риск на себя, не ответственность, а именно риск, рискнуть и двигаться дальше, причем ваши ограничения на месяц мая, либо ваши уроки, которые вы должны будете пройти, они они как раз-таки будут связаны с выходом из какого-то подвешенного вашего состояния, и здесь у меня такое ощущение, что будут какие-то перемены вашей личной жизни, да, все, что связано с любовью, почему, сейчас, минутку, раз, два, три, четыре, пять, да, то есть, знаете, какое-то вот будет желание наполниться, что ли, войти, войти в партнерство, измени, изменений, я говорила о партнерстве профессиональном, но и в личной жизни, здесь тоже как будто бы есть ощущение того, что вам необходимо, необходимо будет выстроить какие-то отношения более теплые, что ли, с второй половинкой, у кого она есть, у кого нету желания получить, желание иметь, что касается целей, да, то я бы сказала, что вы больше, на месяц май, вы будете больше анализировать ситуацию, и смотреть на перспективу, здесь как будто бы подготовительный такой этап, да, есть готовность идти в это новое, да, есть желание идти в это новое, вот, но я как будто бы смотрю на очень дальнюю перспективу, не только вот себе под ноги, да, что вот сейчас произойдет, но и как-то на дальнейшую перспективу, причем здесь, если мы говорим про какие-то путешествия, да, какие-то дороги, например, там, я не знаю, за границу, еще, еще что-то, вот выпадает аркан солнца, да, что-то такое вот неожиданное, новое, какие-то новые поездки, они будут, и для, кто планирует, например, три-четыре, поехать, кто долгое время не мог ездить далеко, причем здесь далекие какие-то поездки, либо кто-то хотел пойти учиться, здесь тоже такая благоприятная карта, что касается друзей, да, я уже сказала, что по аркану умеренности здесь все будет хорошо, вот, по повешенному только ограничения, с чем они будут связаны, ограничения, как раз, как вам этот урок и нужно будет пройти, да, что, что выйти, выйти из какой-то подвешенной ситуации, да, прийти, принять, принять решение, с чем будет связано, ну, я сказала уже как-то вот, акцент больше на любовную сферу, здесь как будто бы есть желание, появится желание, либо необходимость развивать здесь будут какие-то изменения у вас вот в личной жизни, с чем они связаны, я не знаю, по аркану смерти, однозначно, так как было раньше, не будет, раз, два, три, четыре, да, будет какое-то развитие, будет какое-то развитие, в какую сторону, не могу сказать, но вот достаточно как-то благоприятно, так, что касается здоровья, да, последнюю сферу, которую не рассмотрели, у нас выпадает луна, не очень, не очень хороший аспект, что касается женщин, да, это все, что связано с женской, да, женскими половыми органами, либо здесь, знаете, вот прям для маленького процента, процента два, три, кому важно, может выпасти беременность, а так, в принципе, нужно обратить внимание на менструальный цикл и на лимфу, я бы сказала, на что еще нужно обратить внимание в плане, здесь, если кто-то думает по поводу какой-то операции, да, я бы сказала, что нет, нет, я, ну вот, лучше перенести на другой месяц, так, ну, мне кажется, вроде сказала все, да, какие-то подсказки, давайте возьмем предостарежение, может быть, подсказки на этот месяц, рыцарь мечей и рыцарь кубков, знаете, будьте немножечко внимательны к тому, вот, что вы говорите и как вы говорите, потому что здесь вот присутствует какая-то резкость, да, причем с одной стороны, вот я говорила, здесь по луне гормоны, здесь что-то с гормонами будет, особенно если вы женщина, может быть, какой-то вот сбой гормональной системы и будет такое чувство, что что-то где-то резко скажете, как-то ответите, а потом будете очень сильно переживать по этому поводу, какая-то вот чувствительность будет, хочется сказать, знаете, расслабьтесь, расслабьтесь и вообще доверьтесь ситуации того, что будет происходить, потому что месяц май, он не окончательно, здесь нет какого-то конкретного решения, да, в любой сфере, здесь чувство такое, что вы находитесь в период каких-то перемен, да, то есть вот что-то такое скачущее, нету, нету еще конкретики, да, все зыбкое такое, не устаканившееся, поэтому какие бы вы решения сейчас не приняли, они будут ошибочными, я бы сказала не то, что подождать, а продолжайте делать то, что вы делаете во всех сферах, как вы поступали, так и продолжаете поступать за делом на будущее, но сказать, что вот что-то нужно спланировать, продумать, нету, у меня такое ощущение, что все как будто бы будет очень быстро меняться, здесь ощущение с одной стороны, знаете как, будете просыпаться один день, вот, и все как будто бы поменяется с ног на голову, и вы, будет такое ощущение, что окей, теперь надо адаптироваться, а потом какое-то время вы как будто бы будете адаптироваться к ситуации, как только вы скажете все, да, я как-то приспособился к переменам, которые произошли, так сразу появятся какие-то новые перемены, и опять вас будет выбивать из колеи, поэтому я бы сказала расслабьтесь, и просто будьте наблюдателями за этим месяцем, потому что, ну я не вижу, чтобы здесь было что-то такое, вот прям конкретное, но что-то у вас в плане любовной жизни здесь какие-то будут перемены, так, такая была первая позиция, отпишитесь мне потом, если вспомните, в разделе плейлистов прогнозы, да, там есть такой плейлист, я сделала, можете посмотреть прошлый месяц, сравнить, и потом сказать, отыгрался, либо не отыгрался, я еще потом на лето, в конце мая, помимо того, что сделала прогноз на июнь, сделала еще и прогноз на лето, так, это у нас с вами была первая позиция, позиция номер два, красный камешек, сегодня я взяла такие серьезные все колоды, не хотела брать эмоциональные, они в принципе все почти разновидности Райдера Уэйта, так, двоечки, смотрим вас, как у вас пройдет май месяц, так, секунду, пауза, общая, общая энергия вашего месяца, пауза, жезлов, новые начинания, да, новые начинания, общения, какие-то, может быть, маленькие подарочки, предложения, такое, знаете, ощущение, что вот маленькими, маленькими шагами я начинаю идти по своему пути, я не могу сказать, что робко, нет, но здесь уже присутствует какая-то доля уверенности, но все равно, знаете, такое еще ощущение, я очень внимательна, либо внимательна к жизни, к тем мелочам, которые меня окружают, вы как будто бы будете присматриваться, прислушиваться, сказать, что вот вы активно будете проживать этот месяц, нет, я бы сказала, так, знаете, что-то среднее между наблюдателем и человеком, который совершает какие-то действия, то есть в большей степени вы как будто бы будете наблюдать за своей жизнью, но при необходимости будете что-то делать, у меня такое чувство, что вот вы больше, как знаете, как следопыт, присматриваетесь, прислушиваетесь, приглядываетесь, интересуетесь, для кого-то, если важно какое-то обучение, то да, вы готовы будете, здесь чувство, что те перемены в прошлом, которые были, они поспособствовали тому, что вы сейчас как-то выстроили для себя новую модель поведения и вы ее опробуете, вот как-то так, знаете, опять-таки сказать, что вы не уверены, нет, робко, да, но уверенность, она присутствует, и мне здесь нравится энергия того, что вы получаете от этого удовольствия, пускай маленькое, да, но вот такое чувство, что новая вы, либо новый вы, сам себе нравитесь больше, чем то, кем вы были ранее, так, что касается финансов, ну смотрите, во-первых, акцент вы здесь сразу делаете на дом, здесь какое-то движение у нас идет, поездки, я думала переезд, но на переезд все равно не хватает более старших арканов, да, хотя, может быть, скорее всего, планирование здесь будет, что касается денег, четверка жестов, знаете, такое чувство, что вас пока удовлетворяют те финансы, которые есть, то есть сказать, что вы хотите зарабатывать больше, либо есть какая-то возможность зарабатывать больше, нет, вот вас пока, вам пока нравится так, как есть, если вы будете тратить деньги, деньги вы, в принципе, тратите в основном на дом, либо на какое-то вот обновление, связанное с домом, вообще дом и семья для вас, оно вот в мае месяце будет являться большой такой ценностью, что касается ваших планов, общения, да, либо каких-то, вот знаете, вот короткие поездки, да, здесь не дальние поездки, а вот какие-то короткие поездки, да, они могут быть, будут какие-то новые идеи, новые мысли, связанные как-то, с удовольствием, что-то вам, вот как будто бы будет хотеться, каких-то новых эмоций, новых впечатлений, обновления какого-то, знаете, когда начинаете фантазировать о себе, возможно, будете думать о том, что вот я, я начинаю новую жизнь, да, либо вот что-то такое, знаете, чувство свободы, вот я чувствую себя, ощущаю себя свободным человеком, свободным как-то решать, что-то делать, здесь такие будут мысли, либо какие-то новые идеи будут рождаться у вас здесь, по поводу чего, по поводу дальнейшего вашего развития, либо взаимоотношения с каким-то человеком, с которым вы уже знакомы, король кубков, либо если не привязываться к личностям, то здесь скорее всего по поводу того, как вы дальше можете, может быть развивать какие-то свои таланты, либо как вы можете дальше двигаться, и при этом, ну вот чтобы это было в кайф, чтобы вы не впадали снова в какую-то апатию, что касается ваших друзей, либо людей, ну вот социума, да, то они будут видеть вас человеком, либо мечтательным, либо, знаете, человеком, который сейчас стоит перед каким-то выбором, то есть вы им будете казаться именно человеком, который пока еще не может определиться с каким-то своим выбором, ну и, либо фантазером, по поводу вашего дома, по поводу вашего дома, здесь есть какое-то движение, с чем оно связано, общение, коммуникация, ну вот ссоры могут быть, да, здесь вы как будто бы будете определяться, анализ какой-то ситуации, с чем оно связано, здесь как будто бы уход может быть, да, либо уход вашего партнера, либо насколько вы будете ощущать себя спокойным в вашем доме, то есть здесь какие-то вот перемены, да, перемены по поводу стабильности, здесь в доме, я говорю, в этом месяце у вас дом, он очень актуален, для вас будет, да, здесь какие-то вот изменения будут у вас дома, смотрим дальше, в плане эмоций, здесь как будто бы вы захотите пойти в нечто новое, причем это новое, оно будет связано как-то вот со стабильностью, то ли вы захотите, знаете, как-то выстроить, выстроить свою личную жизнь, вот знаете, вот чувство, что я уже готов, да, вот здесь вот готовность присутствует, то есть ранее, я помню двоечки, да, были разведены, и как-то вышли из отношений болезненных, и некоторое время пребывали в одиночестве, то вот здесь вот как будто бы ощущение того, что я уже готов выстраивать новые отношения, да, для кого они актуальны, для кого вот именно важны, у кого уже есть семья, есть отношения, то здесь все будет хорошо и стабильно, то есть вот так, как есть сейчас, даже если будет улучшение небольшое, вот, но в сторону позитива, в сторону позитива, в принципе все стабильно будет, здесь единственное, что может произойти какое-то обновление, это вот желание больше вкладываться, больше вкладываться, но уже вкладываться, знаете, не открытой душой, быть вот открытым, прям щедрым человеком, нет, а как будто бы вы будете пробовать, пробовать, знаете, вот что-то сделал, подарил, допустим, какой-то маленький подарок, да, и присматриваюсь, есть ли обратная реакция, если есть, то да, я могу сделать и следующий шаг, если нет, то я не буду делать, здесь вы уже как-то вот более аккуратно идете к этим вещам, что касается вашей профессии, либо здоровья, то здесь вас все будет удовлетворять, здесь все тоже будет как-то стабильно, стабильно, знаете, стабильно, да, но вот здесь о чем говорит, здесь, вы знаете, вам что нужно, вот этого чувства свободы, оно у вас все равно будет присутствовать, да, что где-то я ощущаю себя в рамках, хочется больше, больше какой-то свободы, я не знаю, свободы действий, свобода выбора, вот ощущение того, что мне это будет необходимо, и здесь вам, знаете, с чем это связано, все, я поняла, я говорила в самом начале, что у вас сейчас какой-то новый этап, когда вы учитесь на равных взаимодействовать с людьми, либо с партнером, неважно с кем, вот именно сколько дашь, столько и получишь, и здесь вам будет, как будто бы, знаете, не совсем комфортно, и будет желание, где-то снова уходить, вот в самообичевание, в самонаказание, в самопожертвование, вот, и, а этого делать не нужно, и вы, вот будете периодически, да, как-то вот переживать за это, на этот счет, и вам нужно будет время, чтобы вы как-то вот погружали в себя, и проанализировали, это очень напоминает, когда работаешь с клиентом, потом, для восстановления, вам как будто бы нужно будет погружаться в себя, и напоминать себе, о том, что я теперь взаимодействую по-новому, да, то есть, окей, не получилось там консультации, либо еще что-то, в этом нет вины, то есть, все прошло так, как должно быть, потому что здесь такое ощущение, что вот вы на себя, как будто будете брать, опять-таки, больше, будете чувствовать, что я виноват, что вот что-то пошло не так, да, и вот это вот делать не нужно, вот если вы этого делать не будете, да, тогда здесь по десятке кубков, в принципе, эмоционально вас будет наполнять, потому что вот присутствует разбитое сердце в эмоциональном плане, да, вот какое-то неудовлетворение, либо связанное со здоровьем, либо это связано с работой, здесь как будто бы, знаете, такое желание, я хочу, чтобы работа приносила мне удовольствие, а этого пока не происходит, хочу, чтобы стабильно было какое-то удовольствие, но не получается, то есть, знаете, вот стабильно не получается, чтобы все время было хорошо, как-то вот вы будете скатываться к прошлой своему, к прошлой своей модели поведения, что касается партнерства, то если, если хотите, хотя в принципе, я не вижу здесь партнерских карт, но в любом случае, если для вас важно партнерство, то я вижу, что здесь партнер, он будет, либо вам необходим партнер, я не имею в виду личную жизнь, я имею в виду профессиональную, который бы брал ответственность в большей степени, был человеком с организаторскими способностями, с коммуникационными способностями по императору, чтобы он как-то вот, допустим, вас продвигал, либо он структурировал ваш день, планировал, вот что-то здесь такое, что касается денег от третьих лиц, то либо для кого важно, важен сексуальный аспект, то я не вижу, чтобы здесь вот такое чувство, что как будто бы, ну, отсутствие, отсутствие секса, либо вообще отсутствие желания, либо его не будет, давайте так скажу, либо вот как будто бы и нету желания, ну, то есть не совсем актуально на данный момент, и то же самое для денег касательно третьих лиц, потому что выпадает и верховная жрица, она говорит о том, что, ну, нету, нету денег, то есть если хотите там брать в долг, либо там на ипотеку, еще что-то, нет, этот месяц не подходит, что касается каких-то важных моментов в вашей жизни, в мае месяце я не вижу по четверке пендакли, я не вижу, что что-то такое вот сверхъестественное, да, либо такое серьезное, какой-то момент в вашей жизни, он произойдет, точно так же, все, что связано с духовностью, с обучением, вы останетесь, как говорится, при своем, сейчас не время для этого, и также не время для каких-то путешествий за границу, хотя вот на близкое время, на близкое расстояние, да, хорошо, ну, то есть благополучно вы можете передвигаться дальше. Что касается уроков, которые вы должны будете пройти, да, либо каких-то преград, вот преграды вам могут создавать внешние факторы, какие-то третьи, то есть это могут быть третьи лица, которые будут вам как-то мешать, причем это третьи лица, они из вашего ближнего круга, то есть это могут быть, например, ваши подруги, да, либо люди, ну, достаточно близкие вам, с которыми вы уже общаетесь, вот, что еще может послужить вам преградой, все равно вот это вот желание, ощущение, чтобы все было легко, чтобы все было как-то непринужденно, да, какой-то вот, знаете, ваш детский подход, я бы сказала так, да, все равно возвращение к прошлым, к былым, к каким-то вашим сценариям, оно будет для вас являться препятствием, страх новых каких-то возможностей, с одной стороны, я, наверное, и хотела бы, вот, а с другой стороны, как-то вот страшно, а так, в принципе, если подытожим, да, и скажем, то май месяц, он не будет чем-то особо отличаться от апреля, единственное, что это вот акцент будет больше на дом, на какое-то вот общение, да, близкие такие поездки, вот, может быть, кто-то уедет из вашего дома, я не знаю, там родственник, близкий, либо наоборот, приезд какого-то человека, вот, в ваш дом, такое тоже может быть, а так, в принципе, все примерно так же, как и было в предыдущем месяце, на что вот вам нужно обратить внимание, как подсказка, ну, вот вам не хватает тузжезлов и восьмерка мечей, обратите внимание на то, что в каких моментах вы находитесь в ступоре, и почему вы впадаете в этот ступор, потому что здесь, знаете, вроде бы энергия как-то сменилась, но в каких-то моментах, вы все равно еще поступаете как-то вот по-прежнему, через жертву, здесь вам нужно определиться со своими желаниями, здесь не хватает немножечко огонька, знаете, вот каких-то амбиций, желаний, двигаться дальше, что-то новое начинать, вот здесь вот этого не хватает, да, выпадает опять повешенная, то есть единственная причина, что будет выводить вас из гармонии, это вот когда вы будете скатываться в прошлый свой сценарий, повешенного бездействия, и вот этой боли, лишения себя, да, потому что, такое, вы знаете, как этот настрой, немножечко упадческий, да, в большей степени, где-то процентов на 70 будет, вот это вот желание, что да, я хочу жить по-другому, и да, вы будете пробовать, но, как говорится, знаете, четыре раза по-новому, а на пятый все равно по-старому, то есть, вот, два шага вперед, один назад, не один вперед, два назад, а наоборот, у вас будет два шага вперед, но вот где-то на третий, все равно, где-то шаг назад вы идете, поэтому вот так, такой у меня прогноз для вас, можете в разделе плейлистов посмотреть плейлист под названием прогнозы, и сравнить с маем месяцем, отыгралось там у вас что-то или нет, вот, и в конце мая я сделаю прогноз на лето и на июнь, а мы с вами переходим к позиции номер три, и зелененькому камешку, и так, троечки, давайте теперь посмотрим вас, какой будет для вас май месяц, какой, каким будет для вас май месяц, так, эта колода, она у меня, второй темного света, она все время крутится на этом столе, ну, смотрите, на самом деле, каким бы ни был этот месяц, вы можете повлиять на него, то есть вы можете управлять этим месяцем, так как из 12 карт у нас выпал только дьявол из великих арканов, да, все остальные арканы это младшие, поэтому сказать, что вот прям такой судьбоносный для вас будет месяц, как, например, для единичек, нет, такого нет, но давайте рассматривать, да, все-таки выпадают опять у нас мячи, ладно, общая энергия, общая энергия месяца по рыцарю пендакли, она будет такая, знаете, размеренная, полностью будете вкладываться в работу, что-то такого нового в этом месяце не будет, я могу сказать, что опять нужно будет вырабатывать, да, терпение, и двигаться по жизни один шаг за раз, то есть все будет развиваться как-то медленно, но уже в том русле, в котором вам известно, то есть что-то такого нового, здесь не будет, здесь будет поступательно, и больше как-то, знаете, акцент будете делать на некую такую рутину, к тому, к чему вы уже привыкли, то, во что вы вкладываетесь, может быть здесь опять-таки большое количество работы у вас появится, то есть некий такой трудоголизм присутствует, что касается финансов, то смотрите, здесь как раз-таки, у нас выпадает девятка мечей, да, волнение, переживание, страхи, сомнения, неуверенность, беспокойство, за, по поводу своего выбора, то ли вы его еще не сделали, то ли вам нужно, предстоит сделать какой-то выбор, и вы очень сильно переживаете, это связано как-то с вашей профессиональной сферой, то есть у меня троечки все время трудоголики, то есть люди, которые делают акцент на профессиональную сферу, да, либо на материальный план, причем смотрите, здесь карты такие интересные, либо бендакливые, либо мечевые, но не суть, что для вас будет ценно, здесь нельзя сказать, что вот в этом месяце, что-то будет очень важным и значимым для вас, почему, потому что будет очень сильное переживание, и, как я уже сказала, волнение по поводу ваших доходов, что именно у вас будет, ну профессиональная сфера, да, вас напрягает, дальнейшее движение, да, дальнейшее движение, причем как выстроить тот фундамент финансовый, который вам будет необходим, что именно, что именно, ну здесь знаете, здесь такое чувство, что я уже устал выстраивать, выстраивать, ставить себе какие-то цели, то есть как будто бы цель и полагание уже не работает, да, то есть что бы я не придумывал, что бы я какие цели себе не ставил, это уже не работает, а что будет работать, а здесь как будто бы какая-то новая энергия, в плане именно взаимодействия на равных, то есть сколько вкладываете, столько получаете, здесь какая-то, какой-то другой подход должен быть, абсолютно новый подход, Здесь вам уже не в плане, вот если вы раньше, допустим, там расписывали, как-то планировали, я не знаю, по тайм-менеджменту, либо еще по каким-то схемам, да, то здесь это вот уже не будет работать, а здесь будет работать как-то по-другому. Как по-другому конкретно я сказать не могу, потому что по шпидакле он говорит о том, что здесь нужно присматриваться, здесь нужно наблюдать, здесь нужно, как будто, вы знаете, пробовать, вы выстроите свой метод только путем проб и ошибок. Почему? Потому что здесь вам акцент нужно сделать на именно эмоциональный ваш фон, то, что будет вас наполнять эмоционально, не в плане продумать, как правильно, как верно, либо там, допустим, по какому-то маркетинговому способу, а именно то, что будет приносить удовольствие лично вам, то, что будет вас наполнять, то, что будет раскрывать. То есть здесь акцент не на интеллект, а больше на как-то на состояние. Деньги к вам будут приходить как-то на состояние, на удовольствие. Здесь что-то такое. Дальше, что касается вашей коммуникации. Смотрите, ваша коммуникация с социумом. У вас будет желание, знаете, вообще молчать. По четверке кубков вообще ни желания ни с кем коммуницировать, ни с кем не общаться, ни с клиентами, если они у вас есть, ни с партнерами, ни с кем. У вас желание просто оставьте меня в покое. Я устал, да, я устал, у меня нет ресурсов, у меня какое-то такое апатическое состояние. Я уже ничего не хочу. Никуда не ходить, никуда не... Здесь какое-то, вы знаете, затворничество, что ли, у вас наступает. Вот, некое такое пресыщение. Не хочу ни перемен, ничего не хочу пробовать, не хочу ничего не говорить, ни с кем не общаться, никаких новых идей придумывать, либо что-то реализовывать. А вот как раз-таки социум, либо ваши друзья будут видеть, что вы где-то хитрите в этом плане, что вы как-то обманываете сами себя и, быть может, их тоже. В плане вашего развития, что ничего как будто бы не происходит. То есть, смотрите, вам будет казаться, что ничего не происходит, да, что я устал, что я выдохнулся, уже нет никаких ресурсов, а вот люди почему-то вас видят, что в этом есть какой-то обман, что на самом деле-то это развитие и этот рост происходит. Что единственное, с чем связана хитрость, это то, что вы боитесь. Вот если вы уберете свои страхи, раз, два, три, четыре, то вам просто нужно будет сделать выбор. А здесь как будто бы вы опять не принимаете решения по поводу своего мастерства, по поводу своей профессиональной сферы. И вот это вот ваше апатическое состояние, когда люди вас видят, да, как будто бы оно связано с тем, что вы выбираете модель того, чтобы как-то переживать, да, бояться, а на самом деле здесь просто нужно сделать четкий выбор, куда вам пойти. Здесь вы не определяете. Почему вы не определяете? Раз, два, три, четыре. Потому что, знаете, как будто бы уже много чего пробовали в профессиональной сфере и не получили результата. А действительно ли вы не получили результата? Да нет, вы получили результат, причем получили очень хороший обод. Здесь, знаете, причина в чем? Семерка мечей, что она нам показывает, почему вы не достигаете своих целей, почему у вас есть вот страх финансов. То, что вы не идете, знаете, туда, куда вы хотите новым путем. Вы как будто бы идете, но идете так, как вы привыкли ранее, так, как вы делали раньше. А здесь фишка в том, что люди видят вас именно как человека, который может придумать какой-то другой подход. То есть у вас к этому есть все интеллектуальные способности, наклонности к тому, чтобы принять решение. Но не так, как вы принимали раньше, а как-то по-другому. А вы вот как будто бы, знаете, такой интересный пример, это как вам говорят, поменяй обувь, а не обувь, смени носки, да, вот этот анекдот. Вот, а вы говорите, а я уже сменил, как, это же те же самые носки, ну я поменял правую ногу с левой, да, правый носок, одел на левую ногу, а левый носок одел на правую. То есть вот вместо того, чтобы одеть другие носки, вы просто поменяли их местами. Вот здесь вот что-то такое, чтобы вам было понятно. Семерка мечей говорит о том, что вы можете, у вас есть какой-то новый подход. Новый, абсолютно новый, не заново, а именно какой-то новый подход. Хорошо, что касается вашего дома, да, либо каких-то ваших бессознательных сценариев по поводу достижения целей в мае месяце. Ну, во-первых, достижением ваших целей управляет дьявол, да, а карта дьявола в данном случае здесь у нас говорит про огромные фобии какие-то, да, либо страхи. Страхи, которые, вот здесь и у нас идет на повторе, страхи, которые не дают вам продвигаться. Страхи, которые мешают вам на вашем пути. И вот то, что связано с бессознательным сценарием, у нас выпадает восьмерка мечей, что я как будто бы нахожусь в безвыходном положении. Причем это, знаете, с чем связано? С тем, что вы многократно совершаете одни и те же действия и сталкиваетесь с какими-то трудностями. И здесь вот как будто бы вам хотят показать, что ваши трудности, прям вот полоса сложности, она связана с тем, что действия вы как будто бы и совершаете другие, но подход у вас один и тот же, потому что модель поведения одна и та же. Вот вам нужно изменить модель поведения. И все, что с вами будет происходить в мае, оно будет сталкиваться вот с этим, как раз таки упираться в этого дьявола и восьмерку мечей, что у меня ничего не получается. Я не могу найти выход из ситуации. А на самом деле выход из ситуации, он присутствует. С чем он связан? Выход по двойке кубков. Во-первых, вам нужно успокоиться. Во-вторых, вам нужно найти внутренний какой-то баланс. Здесь вот какие страхи, давайте посмотрим, какие страхи вами управлять. Здесь есть какая-то модель убеждений, которая вот постоянно в самый трудный момент, тогда когда надо принять какое-то решение, вы включаете эту модель поведения. Знаете, что вот вы, как будто бы ваша душа никогда не придет к десятке кубков, да, что вот вы, как будто бы никогда не сможете быть счастливыми. Аркан солнца и королева кубков, что вот здесь какой-то самобан, что я не смогу быть счастливым человеком, да. Либо, да, вот здесь как будто бы вам этих эмоций-то и не хватает. Наполненности. Что вам не хватает? Аркан суда. Вот вам нужно завершить, завершить огромный цикл того, как вы проживали ранее. Причем цикл связанный с десяткой педаклей, либо это ваши убеждения по поводу семьи, что вот, например, знаете, как может быть иногда, я хочу стабильных отношений. И в моем понимании, потому что все говорят, что стабильные отношения, они после конфетно-букетного периода, они приводят всегда именно к браку, да. А вот здесь, возможно, ваша модель личная, индивидуальная, она не про официальный брак, она, быть может, в каком-то ином формате, например, просто совместное проживание, либо гостевой брак. То есть здесь какая-то другая модель должна быть, та, которая наполняет вас. А у вас есть убеждение, что вот должно быть вот так, потому что вот так вот правильно. И вот эта вот модель, она вам мешает, из-за нее вы как будто бы не можете сделать выбор, принять какое-то решение. Ну, например, быть может, мне вообще, например, не нужны отношения. Да, я хочу с кем-то общаться, да, я хочу с кем-то встречаться, но как таковые отношения мне не нужны, мне хорошо и самостоятельно. И вот как будто бы вот себе самостоятельно вы признаться не можете, что вот в таком формате я могу быть счастливым, либо я могу быть счастливой. Это также может касаться и финансов. Здесь что с финансами? Потому что у вас отношения и финансы, они могут пересекаться. По поводу финансов, вот страхи по луне. Что это за страхи, что я никогда не смогу быть финансово независимым человеком, да, человеком, который вот стоит самостоятельно на своих ногах. Что с чем шестерка кубков? Знаете, вот такое ощущение, как будто бы вы сами себе говорите, что не в деньгах счастье. Вот как-то так, какое-то такое убеждение. Что еще? Ну здесь все общий расклад, да, здесь много разных убеждений могут быть. Десятка мечей. Вот ваши вот эти убеждения, они привели вас к тому, что здесь что-то нужно по-другому начать, пашкубков. Что так, как раньше, да, вот то, во что вы верили раньше, оно уже не работает. Оно, ну, не в вашем формате. Вам надо увидеть, здесь надо, знаете как, надо провести в плане того, что вы хотите, четкий и искренний анализ самим собой. Что я хочу действительно на самом деле, что мне нужно. Потому что у меня такое ощущение, что вам не деньги нужны, а то, что можно будет купить, приобрести на эти деньги. То есть смотрите еще глубже. Вам нужно глубже посмотреть. Вы как будто бы, знаете, вбили себе в голову, что надо работать, а деньги придут только от работы. А у вас, возможно, какой-то другой формат, другой какой-то источник идет, может быть, не от работы. Вот вам нужно здесь посмотреть. А вы вглубь не смотрите, потому что страшно. Потому что если посмотрите вглубь этой ситуации, вы увидите, что там можете найти еще что-то. То, от чего вы убегаете. То, что причиняет вам боль. А деньги, это вот какая-то что-то такое, знаете, завуалированное у вас идет. Хорошо. Смотрим дальше. Мы все-таки не анализ делаем, а смотрим, как у нас месяц будет проходить май. Что касается эмоционального фона. Ну, здесь вот как будто бы какая-то неуверенность. Неуверенность в завтрашнем дне. Я не могу определиться. Я не могу сделать выбор. Нету удовольствия. То есть я хочу сделать шаг в сторону того, что будет мне приносить удовольствие. Но я, к сожалению, не вижу. Почему? Потому что, ну вот, перекрывает вам все, перекрывают страхи. И вот эта вот неуверенность, да, я не могу шагнуть вперед. Что касается, ладно, здоровья и что касается вашей готовности как-то вкладываться, что-то делать. Либо профессиональной вашей сферы. То здесь выпадает король мечей. Здесь вам нужно принять решение. Здесь вам нужно определиться. Очень много анализа здесь у вас происходит. Раз, два, три, четыре. Вы как будто бы ищете какой-то шанс. Вам вот необходимо какой-то случай, шанс. Который поможет вам выйти вот из этой четверки кубков. И вы ищете, ну в мае месяце, да, будете искать эту возможность. Который поможет вам выйти из четверки кубков, из вашего апатического состояния. Раз, два, три, четыре, пять. Спрашиваю, что вам поможет в эмоциональном плане, да, выпадает дьявол. Перестать, перестать, знаете, смотреть. Опять повторюсь, но вот здесь либо страхи по девятке идут, либо фобии по дьяволу. Какие-то иллюзии. Какой-то вот самообман. Много обмана здесь. Вы сами себя загоняете, сами себя обманываете. Потому что страшно, да. Вот здесь вот на эмоциональном плане очень много страхов проходит. Если мы говорим про здоровье, то здесь, знаете, как-то, если вы достаточно взрослые, ну прям зрелые, да, люди, то здесь может быть все, что связано с костями. Какие-то проблемы. Почему-то мне простуды идут. Простуды идут и все, что связано с костями. Аллергии здесь тоже могут проходить, потому что как-то вот почему-то насморк. Насморк мне идет, аллергия, холод. Вот, по здоровью. Обратите на это внимание. Что касается партнерства, вот в профессиональной сфере, кстати, у вас выпадает как раз-таки двойка кубка. Возможно, вам стоит найти человека, который будет вас дополнять. Не тот, который будет единомышленник, а тот, который будет как раз-таки противоположен вам. В чем-то. Например, если вы слишком рассудительный, вам нужен человек такой более творческий. Если вы творческий человек, вам нужен приземленный пендакливый человек. То есть ваша противоположность, которая будет вас балансировать. Кстати, если мы говорим про финансы, как дополнительный источник, от третьих лиц, то он может быть связан как-то вот с профессиональной сферой. То есть если вам необходимо брать, например, ипотеку для того, чтобы вложиться, то в профессиональную сферу туда, здесь есть вероятность того, что вы сможете получить эти деньги. Если мы говорим про обучение, либо про какие-то важные события в мае месяце, то здесь выпадает как раз-таки ту спиндакли, как шанс, возможность. Но при условии того, что вы заранее как-то все обдумаете. То есть если вы, допустим, хотите куда-то пойти выучить, например, там, не знаю, иностранные языки, либо что-то сделать, там, изучить финансовую грамотность, пройти какие-то курсы по зарабатыванию денег, то здесь вам нужно будет, прежде чем определиться, очень хорошо подумать. Очень хорошо подумать. Потому что здесь вообще все, что связано с обучением, здесь, может быть, вам покажется, что он как, не знаю, какие-то курсы, может быть, тренинги, что это вот прям шанс, возможность. Но в этом будет какой-то вот обман. В этом будет какая-то иллюзия. Будьте внимательны, чтобы вас не разводили. Есть какая-то хитрость. Вот прям очень-очень хорошо проанализируйте. Что касается вообще достижения ваших целей в этом месяце, то здесь будут очень серьезные искушения в плане финансов, в плане работы. Вот так интересно, знаете, вот я смотрю, куда-нибудь посмотреть на то, чтобы показывала личную вашу жизнь, как-то нет. Он все время показывает ваши страхи, переживания, связанные с деньгами. Вот как будто бы это для вас очень важно. Преграды какие у вас могут быть в этом месяце? Ну, во-первых, какая-то женщина, да, королеве, по королеве жезлов, да, такая бизнес-леди, как вариант. Вот, либо... Я не могу здесь понять. Это яркость, яркость какой-то жизни, вот такая, знаете, яркая жизнь. То ли вы от нее отказываетесь, то ли наоборот вам она необходима. Здесь вот преграда может быть в плане яркости жизни. А еще обращайте внимание, что будет что-то, что вам как будто бы... Знаете, то ли недоговаривают, то ли какой-то двойной подтекст в коммуникациях, то ли что-то... Не то, чтобы вас будут обманывать, а вот как будто бы что-то недосказали, показали только то, что вы хотели увидеть, а то, что на самом деле скрыли. Вот здесь эти сценарии вам нужно будет тоже проходить. Ну, такое ощущение, что, скорее всего, преграды будут связаны с тем, что вот яркости жизни, да, я не хочу проявляться, я не хочу с кем-то общаться, коммуникация. Вот здесь как-то так. Так, вообще, если подытожить и сказать, то май месяц, он в принципе, еще раз повторюсь, помимо дьявола у вас нет великих арканов. Это говорит о том, что просто у вас такое упадческое настроение будет. Если вы на это обратите внимание, то велика вероятность, что все, что озвучила я, можно будет изменить. Потому что, в принципе, сказать, что здесь какие-то трудности, сложности нет, они все направлены либо переживаниями, либо волнениями, либо как-то вот самонакручиванием. И здесь вот ощущение, какое-то такое, знаете, может быть, затяжной, я не хочу сказать депрессии, потому что здесь все-таки не про болезнь, а вот какое-то, такое, знаете, затяжное, апатическое, апатическое состояние, нежелание жить. Вот какое-то хроническое усталость. И причем в таком состоянии, да, вот здесь вот сразу хочется сказать, неоднократно выпадали, выпадал тушь кубков в подсказках о том, что вот вам не хватает восстановиться эмоционально, вот как-то наполнить себя новыми впечатлениями. То есть прежде чем принимать какое-то решение, либо что-то делать, и вот вы как будто бы, знаете, личная жизнь, допустим, не складывается, что-то у меня не получается, и я поэтому иду в трудоголизм. А и в профессиональной сфере тоже денег нету. Я не вижу, чтобы были какие-то там возможности что-то развивать. И вот вы как, знаете, человек, который работает все время, всю свою жизнь на заводе. Вот он как пришел туда в 20 лет, вот так в 70 лет, когда уже на пенсию нужно выйти, да, он и ушел с этого забота. И вот каждый день одно и то же, одно и то же. Вот этот трудоголизм, он связан с тем, что у меня либо не складывается личная жизнь, либо она мне неинтересна на данный момент, и поэтому я комментирую ее как-то вот работой. И поэтому здесь вот хочется сказать, как подсказку вам, наоборот, уделите внимание тому, что будет наполнять вас эмоционально. Уделите внимание каким-то новым впечатлениям, куда-то сходить, вытаскивайте себя осознанно из четверки кубков, когда все приело, уже как-то вот, ну, мне интересно, я не вижу никаких возможностей, да, я ничего не вижу. То есть здесь вот какой-то вот пессимизм у меня проходит. И он ведь зависит от того, что вы делаете этот выбор, да, то есть делайте выбор в сторону позитива. То есть если, как говорится, заниматься самообманом, а у вас он присутствует, то занимайте самообманом в позитивную сторону, не в негативную, а вот именно в позитивную, да, что все будет хорошо, новые впечатления, общение, коммуникация, куда-то сходите, я не знаю, что-то начните сделать по-другому. Это быть может, вот то, что я и говорю, для принятия решения, вы, может быть, вам надо переключиться, понимаете, решение придет, тогда, когда вы переключитесь. А сейчас вы полностью фокусированы на работе и на финансах. И вот как будто бы здесь заезжая пластинка, вы не можете найти этого решения, вы его не найдете. Потому что решение придет тогда, когда что-то новое в вашей голове получится. А когда вы одно и то же, одно и то же, по рыцарю пендакли каждый день, нету новизны, да, макароны каждый день, они тоже уже надоедают, даже если, допустим, макароны либо паста, это ваше любимое блюдо. Что-то хочется все равно другого, салатик сладкого, что-то иначе. Вот здесь вот весь май месяц он будет говорить про это. Поэтому, в принципе, и вы на это можете повлиять. Вот что самое позитивное в этом раскладе в май месяц, что вы можете повлиять на вот это вот. У меня как будто бы здесь даже не предсказание какой-то прогноз, а настроение, а такое упадческое настроение. Поэтому измените свое настроение. Давайте вот две подсказки вытащу. Ну вот этот повешенный выпал и солнце. Ну вот что вам подсказки? Два великих аркана. В принципе, то, что я сказала по общему настроению. Вам нужно выйти, перестать где-то как-то вот ограничивать себя в чем-то, принимать вот эту вот жертвенную позицию, зависание и непонимание того, что происходит. Только вы сможете прояснить ситуацию. А для этого нужно ну вот выйти, как-то выйти из своей норки. И посмотрите, пожалуйста, кто вас окружает. У меня такое ощущение, что вот здесь есть какое-то предательство друзей. Даже друзья. Ну вот очень близкий, даже это не друг, приятель. Вот приятель, приятельница. Здесь есть какой-то такой, знаете, вот двуликий. Двуликий человек. Обратите на него, пожалуйста, внимание. Я не знаю, кто это, я не могу вам подсказать, мужчина это или женщина. Вот, но здесь есть какой-то недоброжелатель. Подсказки, выходите из этих состояний упадческих. Они вам не нужны. Ну, то есть все как будто бы в ваших руках. Нужно сменить обстановку либо переключиться на что-то другое. Такая у меня была, даже я не знаю, вот только кубков перекрою этот расклад, потому что не нравится мне ваше настроение. Так, на этом все. Пожелаю вам отличного настроения. Жду вас в четверг на прямом эфире. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.